Недобросовестное отношение и постоянный характерный запах. С такой жалобой обратились жители поселка Искатели в службу информации нашего телеканала. На протяжении новогодних каникул многоквартирные дома одного из районов рабочего поселка остались без внимания синизаторов. Жители бьют панику. С приходом тепла все содержимое выгребных ям потечет в подвал или в ванной квартиры. Как этого не допустить и возможно ли решить самую острую коммунальную проблему поселка, смотрите в нашем репортаже. В поселке Искатели, в отличие от Наринмара, не существует единой канализационной системы. Поэтому для водоотведения используют септики, которые каждую зиму становятся настоящей головной болью для жителей многоквартирных домов. В рабочем поселке около 213 домов и у каждого из них имеются септики или выгребные ямы. Именно они становятся источником коммунальных проблем. Видите, что творится? Видите, что творится? Видите, оно всё сгнило, его нету. А ну что вот-то? Надежда Николаевна и все жильцы дома по улице Поморская, 10А, вот уже на протяжении нескольких лет борются за чистоту. А если точнее, за регулярный вывоз нечистот. Каждую зиму, как только встают крепкие морозы, в квартирах начинаются проблемы. Когда у них это всё замерзает, то сверху моются, а все отходы уходят в ванну. Третью квартиру вот в эту. Ну сейчас там их нету никого, они уехали. А в прошлом году это было безобразие. Я бегала-бегала, орала-орала. Там пол ванны была канализация и всего. Происходит это потому, что выгребные ямы вовремя не очистили. Нечистоты замёрзли, и канализационные сливы стали выходить наружу. В подвал дома, в ваннах квартир или на улицу. С сентября выгребные ямы домов в районе улицы Поморской обслуживает компания «Универсал». По словам жильцов, работают сотрудники периодически, а счета присылают регулярно. Плюс ещё один счёт на 3 тысячи. Итого больше 7 тысяч за три месяца. Такая же ситуация с ещё одним подопечным домом «Универсала», говорит Елена Зайцева. Она живёт на Губкино-19. О том, что выгребные ямы не чистят, понятно сразу. Крышка люка лежит под сугробом. Вот посмотрите, всё занесено снегом. Никто не подъезжал и подъезжать не собирается. Когда в последний раз? Последний раз со скандалом было 5 января. Это потому что уже скандалим, ездим туда к нему, звоним, смс-ки посылаем. Вот приехал 5 декабря. Но сейчас опять уже не отвечают на телефон, телефон отключен. Хотя телефон находится в квитанции, мало ли что аварийное случись. Мы должны поэтому телефону звонить. Телефон, вот сегодня звоню с утра, телефон отключен совсем. Мы позвонили на указанный в квитанциях номер и трубку подняли. На предложение прокомментировать ситуацию с вывозом канализации ответили положительно. Хотел уже пригласить ППУ в машину, чтобы закрыть септики. У нас, естественно, нет этой машины. Нам пришлось обращаться в какую-то другую организацию, пока мы договор заставили. То есть графика ушла примерно на 5 или 6 дней. То есть они все замерзшие. Пока я договор заключил с другой компанией, у которой я пригласил ППУ, было такое, чтобы мы график нарушили. Но, тем не менее, сейчас все нормально, все стабильно. К тому же, чтобы наладить работу осенизаторов, в феврале на каждом обслуживаемом доме появятся графики вывоза нечистот. На каждый дом, в каждом подъезде хочу повесить, чтобы жильцы видели четко, что такого числа для нас должно откачивать, и такого числа тоже. И чтобы им было проще, если такого числа нет откачки, чтобы они могли позвонить в диспетчерскую службу, сообщить, что сегодня вроде должны были нас откачать, а почему-то наш дом откачивать, а почему-то нет. Вот в связи с этим. Вы на какие звонки реагируете? Я-то реагирую. У нас есть диспетчерская служба, я могу где-то занять, где-то не занять. Просто вот эти зимние морозы, когда были, честно скажу, в день чуть ли по 20 звонков, дома, я вам еще раз говорю, не готовые были. Тут замерзло, там замерзло. Я сам являюсь руководителем, я целыми днями на этих отогреваниях был, целыми днями по подвалам лазил, мы отогревали, чистили. Получается, вся загвоздка была в морозах. Но как будет работать компания в следующие месяцы, расскажут только жители многоквартирных домов. Впрочем, это вопрос ни одного года и ни одного района поселка. Для полноценного водоотведения поселения необходима единая канализационная система. Сегодня содержимое септиков и выгребных ям попросту вывозят на полигон, без какой-либо очистки. Это можно будет производить только на очистных сооружениях, которые планируют запустить в мае 2017 года. Но работать в полную силу они смогут при наличии канализационных сетей, строить которые еще не начали. Эти работы должны были вести параллельно. Вести канализование, спадом его вводить и потихоньку туда уже трассу тогда вести, чтобы запускаем очистные сооружения и запускаем канализацию. То есть подключаемся и процесс пошел. Для реализации проекта ищут инвесторов, поскольку сумма неподъемная для бюджета региона – более 1 миллиарда рублей. Рассматривается вариант строительства на принципах государственно-частного партнерства. Центральная канализационная сеть позволит обеспечить положенную очистку сточных вод, избавит поселок от пресловутых выгребных ям и постоянных жалоб населения. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.